Со святым вечером, дорогие владыкам, братья, дорогие отцы, матушка-ягумение, братья-сестры. Сегодня я расскажу уже о учениках преподобного Паисея Ильичковского, которые возрождали старшество у нас с вами на Руси. Речь пойдет об Оптиной пустыне и ее старцах. Петенская Оптиной пустынь Стопригалия Мужской Монастырь, расположена недалеко от Козельска, Калужской области и в Калужской епархии. По преданию, основан он в XIV веке раскаявшимся разбойнику по имени Опта в иночестве Макарий. Синодик Оптиной обители в 1670 году переписан из древнего синодика сверебествует, что уже в XV столетии существовала Оптинская обитель. Поэтому можно сказать, что это длиннейшая обитель нашей страны. В 1089 году началась монастырь строительство первой каменной церкви Святой Богородицы с пределом военнопреподобного Павнутия Боровского. В XVIII веке материальное состояние монастыря было тяжелым. В 1724 году в обители было всего лишь 12 человек. Оптинская пустыня была упразднена в 1924 году по духовному регламенту и была присоединена к Белевскому спасоприображенскому монастырю. Все деревянные строения, горы упразднения и обители развалились. В конце 1726 года по указу императрицы Катильный пик, полстынь восстановлен. В 1725 году начинство нового храма имя храм Святой Богородицы с двумя пределами. В южной стране и предел Кападонова Павнутия Боровского Чудотворца Северный. Северный великомученик Федора Статилата. В 1759 году храм уже почти готов, и в этом же году освящен был предел Павнутия Боровского. В 1768 году совершилось строительство нового соборного храма, а в 1773 году в монастыре было всего лишь два монаха, оба глубокие старики. Положение монастыря стало меняться в 1795 году, когда митрополит Московский Калужский Платон обратил внимание на нужды обители. В 1796 году он посетил Оптину пустынь, и ему очень понравилось это место. По его настоянию, на строитель обители был назначен и романах Авраамий, опытный старец и пешножка обители. И уже в 1797 году братья обители насчитывало 12 человек. Ну, 18 января 1809 года по просьбе Игумена Авраамия и фразыству епископа Фехилакта указан Священного Синода штат насельника в монастыре был увеличен уже до 30 человек. В 1821 году в монастыре был устроен Иоанна Петеченский скид, и здесь уже селились пустынники, люди, которые многие годы появились в совершенном уединении. Всей духовной жизнью монастыря стал заведовать старец. Настоятель оставался администратором. Со всех сторон монастыря потянулись люди, стремившиеся к духовной жизни. Оптина стала одним из духовных центров России. Стали поступать пожертвования в монастырь, и он приобрел угодья, мельницу, обустроил каменные здания. И первым старцем оптинским был преподобный Лев. Преподобный Лев, в миру Лев Данилович Наголкин, родился в городе Карачеве, Орловской губернии. О его семье известно немного. Родители его были простые мещане, по-видимому, бедные. Молодой, здоровый, удачливый Лев Данилович Наголкин, более 10 лет успешно занимался торговлей, вращался во всех слоях общества. Хорошо изучил их манер и быт. Господь в начале пути дал ему обогатиться жизненным опытом, который потом пригодился ему в годы старчествования. Что заставило успешного купца отказаться от карьеры, богатства, радости и возможностей семейной жизни, обречь себя на жизнь, полную лишения и труда. «Подобно царству небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который нашел одну драгоценную жемчужину, пошел, продал все, что имел, и купил ее. Так и отец Лев. Нашел свою драгоценную жемчужину, он пошел к Богу и стал тем, кем мы его знаем, первым оптинским старцем». После светлой эпохи преподобного Сергия Радонежского традиции старчества были прерваны. При Петре I и после его царствования монашество преследовали. И годы жизни старца Льва, внешние подвиги, пост, труды, поклоны, иногда и вериги считались достаточными для спасения. Непрестанная молитва, очищение сердца, откровение помыслов, все, чему научился отец Льва от своего наставника, отца Федора, ученика великого старца Паисия Величковского, было непонятно многим монашествующим. Без непрестанной молитвы, не очищая сердце, без откровения помыслов подвижник не растет. Студент в рах всевая помыслы называет искушение, уровень которого всегда чуть выше, чем ученика. Поэтому, открывая помыслы старцу, подвязающийся получает помощь, а демонский напор ослабевает. Нам даны заповеди, но разному. И не всегда легко понять, что происходит, искушение ли это, или то, чего от тебя хочет Господь. Истательское руководство необходимо для духовного роста. Ведь духовная жизнь не означает только пребывание в облаках. Она заключается в раскрытии законов духовной жизни, насколько они применимы к данному человеку в его ситуации и в его условиях. Начало своей монашеской жизни положил отец Лев в Общиной пустыне. В 1797 году здесь он пробыл послушником в течение двух лет. Община же стала и местом расцвета его старческих даров, местом его последнего, также предстанища. Ему пришлось подвязаться также в других монастырях. Это было монашеской школой. В Белобережской пустыне, где отец Лев принял монашеский постриг в 1801 году с именем Леонид, носяделем был известный афонский старец отец Василий Ильин. Под руководством такого подвижника молодой монах прошел первые искусы и научился монашеским добродетелям смирению, терпению. Узнал на практике внешние монашеские подвиги, послушания, молитвенного правила. 22 декабря того же года он был положен в аэродиакону, 24 декабря в аэромонаха. После того, как первые монашеские уроки пройдены, Господь приводит будущего старца в Челунский монастырь. Здесь знакомится иеромонах Леонид с будущим наставником, старцем Феодором, который видит в этом, что этот молодой подвижник уже создал высшего монашеского отдела подвига, нитанной молитвы. С этого момента наставник и ученик уже не расстаются на протяжении 20 лет. Вместе возвращаются в Белобережскую пустынь, где в 1804 году иеромонах Леонид сменяет афонского старца, отца Василия. Его скучистский патралитет среди монахов уже в ту пору был настолько высок и бесспорен, что братья сама единодушно избирают его настоятелем в пустыне, о чем сам Леонид поначалу-то и не знал. Он исполнял свое обычное послушание к васоварине, когда ему сообщили об избрании и даже не дав снять фартука, повезли оттуда к утверждению, к архиерею. Четыре года настоятельства были школой искушения властью, школой обучения ответственности за веренную ему братью. И когда та школа была, по-видимому, пройдена, Господь своим промыслом меняет обстоятельства жизни в гуще людей на уединение. В 1808 году отец Федор тяжело заболевает. Его приводят в уединенную келью в лес в двух вристах от обители. Его верный ученик меняет жизнь настоятеля монастыря на жизнь отшельника в лесной глуши, куда отправляется вслед за заболевшим наставником. Многие люди, которые стремятся к власти ищут настоятельства, не поняли бы ли отца Леонида. И он не искал чинов, почета, власти. Он не стал ни игуменом, ни архимандритом. И в возрасте около 40 лет в пустынном безмолвии он принимает схему с именем Льва. Его рост был духовным. Господь заботливо растил будущего старца, проводил узким путем испытаний и искушений. Неискушенный, неискусен. Через некоторое время в эту единю на келье и подвижнику выгнал их новый настоятель из-за большого встречения народа к ним. Потом последовал много лет скитаний и испытаний по разным монастырям. Значительной вехой в жизни на пути их был Валаамский монастырь, где отец Лев, отец Федор, их сподвижник, отец Клёпа прожили здесь уже дар старчества стал проявляться в отце Леве. И когда высокая жизнь старцев опять стала привлекать внимание, они снова шли, стремясь к безмолвию. На этот раз в Александра Свирский монастырь. Там отец Федор представился в 1822 году. После кончинного ставника отец Лев пробыл некоторое время в Плащанской пустыне, где познакомился с Иноком Макарием, его будущим помощником во время старчествования в Оптинском скиту. Промысел Божий просматривается на всех жизненных этапах старца. В 1829 году учениками, среди которых будущий святитель Игнатий Брянчанинов. Старец переходит в Иоанно-Притеченский скит Оптиной пустыни. Сюда его догну звали и будущий святитель Киевский филарет амфитеатров, и настоятель преподобный Моисей, который, зная духовную опытность преподобного Льва, желал, чтобы в обитель жил такой стае. Старец появился, преподобный Моисей поручил ему окремлять братья и богомольцев. В 1834 году в Оптину прибыл и преподобный Макарий под его духовным сатаинником, помощником, а после его кончины вторым оптинским старцем. И вместе они воспитают великого старца Амбросия. До дня своей смерти отец Лев являлся духовным вождем Оптиной пустыни. Отец Федор называл преподобного Лева смиренный Лев. Чем выше человек поднимается по духовной лестнице, тем меньше сказывается на нем природные немощи, страсти издержки темпераметра. Человек благодатью Божию очищающийся от страстей преображается, проходит чудо аскетического перерождения, умиротворенный, просветленный дух освещал ум светом лик старца, умным светом лик старца, сиял его в светлых глазах, весь облик его был выражением смирения и власти одновременно. Замечательный парадокс аскетики. Все 12 лет старчествования в Оптиной пустыне были наполнены гонениями, доносами, интригами. Старца приселили из Кита в монастырь, из одной кель в другую, запрещали принимать страдающих носить схему. Все это он принимал с полным благодушием и переходил на новое место с любимой иконой Владимирской Божьей Матери, которую благословил отцу Федору старец Паисий Величковский. Преподобный лев вел старческое окормление братьев и принимал всех страдающих, немощных, больных, исцеляя душу, он очевал и плоть. Многих родителей он спас от смерти телесной, но еще больше от смерти духовной спас их душу. Разреливай старца, его духовное ведение, дар исцеления, примеры, чудес, которые совершил он при помощи Божией, занимает целый томокник. В силу праведности свой отец лев мог неразновенно предстоять перед Господом за человеческие грехи, в надежде на его милосердие, потому что старца была преисполнена великой любовью к жалости к человечеству. Не без скорби приближался предстоит лев в своей многотрудной жизни. Близости покоения он имел предчувствие. В сентябре 1841 года старец начал заметно слабеть, перестал гушать пищу, ежедневно причащался к христовых тайн, умирая в телесных страданиях, преподобный лев испытал великую радость и все время благодарил Бога. В день кончины преподобного 11 октября 1841 года служили всеночную в честь памяти святых отцев семи вселенских соборов. Общая скорбь была неописуема и велико было стечение народных масс у гроба урожа. Автор книги «На пустынь» Ротерий Сергий Четверяков различал в жизни оптимой рода. Весну при жизни отца льва, лето при жизни отца Макария и плодоносной осень при жизни отца Амвросия. Велико, конечно, наследие его, простые высказывания, которые доступны каждому простому человеку. Вот одно из них «Живи проще и Бог тебя не оставит». Его учеником сатаинником был преподобный Макарий Оптинский. Второй старец Оптиной пустыни. Старец Макарий сатаинник ученик первого старца Льва, наставник великого Оптинского старца Амвросия. Промысел Божий не оставлял Оптину без старцев. Они как бы передавали эстафету друг другу, они были разными и хуже одновременно. Объединяла их любовь Христова. Родился он в селе Щепятине Демитровского уезда Орловской губернии. Три брата Алексей, Павел, Петр, сестра Варвара. Мать Елизавета Алексеевна умерла от чахотки в 1797 году. В это время они жили вблизи Лаврентьево монастыря в окрестностях Калуги. В Карачеве, где жила сестра отца Николая Михайловича, он получил школьное образование и уже в 14 лет, в 14 году был вынужден поступить на службу галтером Рыговской уездной казначейства. В 1806 году по смерти отца вышел в отставку и уехал в наследованное имение в Орловской губернии. С точки зрения коммерческой особого имения не управлял, за прибылью не гнался. Позднее он напишет о понимании с точки зрения коммерческой особого имения он не управлял, за прибылью не гнался. Позднее он напишет о понимании счастья. Жизнь, проходимая с чистой совестью, со смирением, доставляет мир, спокойствие и истинное счастье. А богатство, честь, слава, высокое достоинство нередко бывают причиной многих грехов и не оставляют счастья. Болитом и юноша не искал богатства, не пытался сделать карьеру, не гнался за миражами светского успеха, читал духовные книги, играл на скрипке, любил проработать в столярной мастерской. После прихода в монастырь он отказался в пользу братья своей доли наследства, попросил лишь построить часу на могиле отца. В монастырь он нашел отраду своей души. В Плащанской пустыне молодой подслушник изучил церковный устал и нотное пение, помогал в письмоводстве. Михаил хорошо знал, как велика роль духовного руководства для духовного преуспения. В то время в Плащанской пустыне подвязался ученик великого старца Паисия Влечковского Афанасья. Он и стал наставником Михаила. У отца Афанасья было много переводов аскетических творений древних отцов монашеств, сделанных преподобным Паисием. И молодой послушник получил доступ к таким сокровищам. Позднее эти книги перейдут в Оптину и будут изданы в переводе славянского на русский язык. Первонаславник отца Льва Симонах Федор тоже был учеником Паисия Влечковского, как и отец Федор, передавался ученику будущему старцу Львого наставления великого Паисия Влечковского. Также отец Афанасий учил будущего старца Макария таким духовным понятием, как непрестанная молитва, очищение сердца, откровение помыслов. Получил в самом начале духовного пути правильное и одинаковое духовное направление. Отец Лев и отец Макарии позднее были сатаинниками и пребывали в редком единодушии. Через пять лет после поступления монастырь в 1815 году молодой послушник принял монашеский постриг с именем Макария. В честь преподобного Макария Великого. В 1825 году умирает наставник Макария, отец Афанасий. Но иеромонах Макарии уже зрелый духовный человек. 15 лет в монастыре, 10 лет мантийного пострига, отец Макарий еще молод, ему нет и 40. Но духовно он возрос настолько, что явно это окружающий. Его назначают духовником, севского девичьего монастыря. Так начинается его пастырская служба духовника. В севскую обитель приезжает отец Лев со своими учениками. И хотя их совместное пребывание было недолгим, но после отъезда старца Лева между ними заявилась переписка, которая закончилась переездом от Самакария в 1834 году в Иоанно-Петечинский скит Общиной пустыни. Хотя отец Лев считал отца Макария духовным сотейником, но уступая восьмиленой просьбе, общался с ним как с учеником. И преподобный Макарий был рядом преподобным Левом до самой его смерти. В семь лет преподобные старцы Лев Макарий руководили духовной жизнью братья и многих тысяч людей. По сравнению с отцом Левом отец Макарий был более мягкого склада души. Также он был исключительно скромный. Его чадо свидетельствовали о нем. Про него бесколебали ему рассказать. То же, что было сказано про сайменного ему подвижника Аву Макария Великого. Он, как Бог, всех покрывает любовью. После смерти отца Лева вся тярость духовного руководства легли на отца Макария. Тихая ралость о Господе никогда не покидала его. Господь даровал преподобному Макарию дар духовного рассуждения. Каждому приходящему к нему на откровение своей совести он давал врачество приличное немощно. Его смиренное слово было и словом действенным, словом совластью, ибо оно заставляло повиноваться и верить неверующего. Смирение проявлялось во внешности преподобного и в виде его одежды и в каждом его движении. Лицо было светло от постоянной Иисусовой молитвы, творимо им. Оно сияло духовной радостью и любовью к ближнему. Письма не сходили с его стола. Окончив утреннее эскидское правило, он начинал писать. Но двери Келли были отворены для всех приходящих. и по этому времени от времени к нему приходили и просили выйти к воротам. Старец выходил, возвратившись, опять принимался за пером. Письма старца заключают в себе наставления спасительным пути, утешения в скорбях и решения недоумений самых разнообразных духовных вопросов. Можно сказать утрудительно, что одним этим письмом старец оставил по себе вечную память. Жизнь старца была также полна попечений пастырских по благоустроению монастыря. Церковь им было установлено пение киевского распева, введена должность канарха. Он сам часто пел с усердием и со слезами. 20 лет старец повел в своей скромной келле, где были приемная и маленькая спальня. В восточном углу среди икон была вспомочтимая икона Владимирской Божьей Снегасимой лампадой и вместо аналогия деревянный треугольник для совершения правила с Евангелем и другими книгами. Он принимал посетителей, внимая горю людскому. Он заходил также в телик братьев и всегда вовремя оставляя у себя успокоение и радость. Он же давал послушание братьев, чтение и статистических книг, назначая по мере духовного возраста каждого праздности не терпел. Завел он также по этому скиту рукоделия, токарные, переплетные и другие. Каждый из братьев знал и чувствовал, что бремя его трудов и скорбей разделяется любвеобильным и мудрым отцом, и это облегчало иноческую жизнь. После беседы с ним люди обновлялись. Молитва в нем не прекращалась, будь он в многолюдстве, за трапезой, в беседе Рифтишиначи. Она источала Елеева смиренно-мудрия. Преподобный Макарий возглавил душу, возглавил группу ученых и литераторов, монахов и мирских лиц, которые переводили, обрабатывали и перекладывали литературный язык писания величайших аскетов древности. Исаака Сирина, Макария Великого, Яна Лествичника. В основном все это было в переводах старца Паисия Величковского. Большую помощь в этом оказывали духовный чадо супруги Кириевские, Иван Васильевич и Наталья Петровна. Под влиянием преподобного Макария возникла целая школа издателей и переводчиков духовной литературы, в которой так нуждалась православная Россия. Укрепилась связь между оптическим старчеством и русской интеллигенцией. Для этого дела старец жертвовал своим кратким отдыхом. На исповедь и благословение преподобному Макарию приезжали Алексей Толстой, Алексей Степанович Хомяков, Николай Васильевич Гоголь, Андрей Николаевич Муравьев. За два года своей кончины преподобный Макарий был пострижен великую схему без изменения имени. Время своей смерти старец предсказал. За неделю до кончины его соборовали. Уже тяжело больной, он прощался, раздавал свои вещи и наставлял. Народ стекался хоть через окно посмотреть на него. Около полуночи старец попросил к себе духовника и после полчасовой беседы с ним попросил читать отходную. В шесть часов утра он приобщился к христовых тайн в полном сознании и умилении. И после чтения девятой песни канона «На заручение души и тела» великий старец тихо безболезненно отошел ко Господу. Это было 7 сентября 1860 года. Мощи преподобного Макария находятся в Владимирском храме Оптиной пустыни рядом с мощами его наставника духовного друга и сатаинника преподобного Льва. Также преподобный Макарий оставил большое наследие. Вот простые тоже слова которые показывают к чему дружно стремится христианин. Не ищи любви других к себе а еще в себе не только к ближним но и к врагам. Одно слово прости сердечным сознанием попаляет врагов и мир дарует. В этом все. До свидания. Одеку благодарим отца Сергия за интересный рассказ. Но я думаю что получасовой доклад такой мне кажется лучше бы сделать было про одного Льва а следующий уже про старца Макария Оптинского и с минимальным рассказом о жизни до монашества с минимальным упоминанием дат городов деревень но с максимальным раскрытием сути старчества сути их подвига с максимальным примером приведением примеров окормления монашествующих сестер братьев также мирян разной сословии может быть на конкретных примерах вот в этом богатство и потом может краткий обзор литературы и наставлений скажем вот очень есть хороший сборник из составлены из писем старца Макария сборник называется смирение заменяет все вот очень помогает приобрести душевный мир чтение вот этого сборника и вот смотрите какие сильные фразы вот вы две привели вот какие они очень сильные и какие вот как помогают приобрести мир одному оптинскому монаху было такое видение в раю он увидел дворец большой вот и рядом старец лев его старец ему говорит вот мне господь даровал такой дворец за великие мои труды подвиги окормления старчества вот а далее этот монах идет там еще больше красивее дворец рядом старец Макарий ничего не говорит этот монах спрашивает батюшка это ваш дом он даже ничего не ответил так улыбнулся глаза вниз отвел вот даже в раю проявляет такую кротость скромность однажды они два старца зашли в в гостиную в одну там у них был такой гости была гостиница для оберских посетителей и многие из этих посетителей сами посещали старцев в их хибарке но некоторые не могли и старцы иногда посещали эти комнаты и вот зашли сначала лев Азадин Макарий там жил одно семейство а у них по-моему дочка была бесноватая вот и старец Макарий вот проявляя смирение такое спрятался за старца льва и говорит я побаиваюсь и все время всегда предпочтение давал старцу льву хотя они по опытности были одинаковые но вот он так попросил попросил старца льва чтобы как бы он был его старцем поэтому конечно мне кажется мы тему этих двух старцев давайте не будем завершать только этой лекции а подготовим есть сотницы поучения старца льва старца Макария и очень очень сильные такие выражения в общем-то если их письма почитать то они очень много ссылок делают на святых отцов труды которых вы приводили которые они занимаются переводом вот Авдорофей Лесица Исаак Серин вот Макарий Великий все добротолюбие старец Паисий Величковский перевел на славянский язык а уже со славянского переводили и оптинский старц святитель затворник Феофан вот ну благодарим но давайте не будем считать эту тему исчерпанной хорошо потому что это богатство и для нас вами как пастыри очень важно знать правильный дух истинных пастырей